Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. И сегодня мы будем читать 19 главу этой книги. Она начинается словами. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш». Надо сказать, что вот это центральный текст всей книги Левит, которая считается книгой святости, в которой говорится, как люди должны соблюдать ритуальную чистоту, уклоняться от всякой скверны в семейной жизни, в общественной жизни, как они должны гнушаться любых форм идолопоклонства. Таким образом, вот эти слова «Святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш» они выражают как бы суть этой книги от первого стиха и до последнего. И далее говорится «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш». Казалось бы, немножко непонятно. Сначала сказано, что бояться надо матери, а потом отца. Почему? Потому что мать всегда более мягко относится к детям, и это не должно расхолаживать самих детей, они должны одинаково, с благоговением относиться и к отцу, и к матери. А так как мать подает повод, скажем так, для более такого свободного общения с ней, потому что она больше проявляет любовь, чем отец, то здесь как бы вот таким образом эта ситуация уравновешена. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните». А как это связано с субботой? Суббота — это день покоя, и настоящий покой в семье тогда, когда дети подчиняются родителям, почитают их, отца и мать, а сами родители воспитывают в начатках веры своих чад. Поэтому на самом деле все это очень взаимосвязано, и когда в Писании мы видим, что некоторые заповеди повторяются даже на протяжении одной и той же книги, надо всегда смотреть, в каком контексте они повторяются. «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе, я Господь Бог ваш». Здесь мы видим, что Господь предупреждает нас от любых форм идолопоклонства, чтобы мы не обращались к идолам и богов литых не делали себе. Прежде всего здесь имеются в виду в нашей ситуации теперешней, это разные кумиры, когда из людей делают каких-то полубогов, особенно молодежь, поклоняются разным спортсменам, разным музыкантам, которые кривляются на сцене. Всего этого надо избегать, как чуждого служения, и не прилипляться ни к политическим лидерам, потому что сказано, «Не надейтесь на князя, на сына человеческого, в нем нет спасения». Не прилипляться к каким-то кумирам из мира музыки, спорта и так далее, потому что любой человек – это человек, какое бы положение он ни занимал в обществе, как у пророка Исаии сказано, «Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». То есть сегодня он жив, а завтра его нет. И того, которого превозносили, все будут поносить его и объяснять проблемы настоящего существования тем, что вот он неправильно как бы нас направлял. «Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение». Имеется в виду, что жертва является формой умилостивления Бога, и Господь проявляет благоволение. «В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне». Имеется в виду, что жертва не должна оставаться длительное время, непотребленной. В нашей христианской ситуации это относится к просворам. Если просворы неправильно содержат в доме, они покрываются плесенью, и потом люди не знают, что с ними делать. Это не прижение, а святыня. И просворы лучше съедать сразу, вскоре, после того, как мы их получили. А если мы, например, имеем антидор дома, то мы должны позаботиться о том, чтобы он не покрывался плесенью, то есть хранить соответствующим образом. Если же кто станет есть ее, то есть жертву мясную, на третий день это гнусно, это не будет благоприятно. У человека просто будет расстройство желудка. Если он в первый день жертву не съел, второй день не съел, а вот на третий, особенно в жарком климате, Палестины, здесь будут проблемы. А от этих проблем отсутствие будет благоговения перед жертвой. Поэтому и сказано, если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Казалось бы, очень строгое такое решение, душа такого человека истребится из народа. Древние понимали это буквально, что истребиться в этой жизни и, может быть, даже не воскреснет и в будущей жизни. Вот такое понимание было у древних евреев, потому что они считали, что воскреснуть даже для суда, для наказания – это благо. А нечестивцы будут подвергнуты как бы тотальному уничтожению. Но это было такое суеверие, которое все-таки не подтверждается библейским откровением книг Ветхого и Нового Завета, потому что какой бы ни был человек, он все-таки воскреснет. Но так как речь здесь идет именно об истреблении души, то есть внутренней составляющей человека, вот такое толкование они использовали. И далее мы читаем «Когда будешь сжать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай, то есть те, которые упали, оставь это бедному и пришельцу, я Господь Бог ваш». То есть попадавшие на землю ягоды их не подбирают, их оставляют для нуждающихся. И край поля не дожинается, край это по-еврейски «пэа», он оставляется, этот край поля, для нищих, для странников. И когда мы читаем Евангелие, мы там видим, что Христос шел с апостолами, и они смело срывали колоссия, казалось бы, с чужого поля, и употребляли в пищу это зерно. На самом деле закон Божий это разрешает, потому что полностью дочисту собирать урожай, это неблагочестиво с точки зрения Библии, надо оставлять для нуждающихся людей. Поэтому сказано «оставь это бедному и пришельцу, я Господь Бог ваш». Вот здесь несколько раз повторяется «Ани Ашем Элакейну, я Господь Бог ваш». То есть действительно Бог, он разглашает свои имена только в тех случаях, когда надо как бы подчеркнуть важность того, о чем говорится. Здесь два имени Бога, Господь, который означает меру милосердия, и Бог, меру суда. Таким образом, Бог как бы говорит нам, что когда мы так поступаем, то это милосердно по отношению к себе, к другим людям, и это правосудно с точки зрения закона Божия. И далее мы читаем «Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчестие имени Бога твоего. Я Господь, Бог ваш. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Давайте посмотрим, что пишет Амбросий Медиаланский. «Никто да не лишит наемника положенной мзды, ибо и мы наемники у нашего Бога, и от Него ожидаем мзды за наш труд. И ты, торговец, кто бы ты ни был, если отказываешь наемнику твоему в денежной мзде, дешевой и бренной, то тебе будет отказано во мзде небесных обетований. Итак, не лишай наемника, как говорит закон мзды его». Надо сказать, что есть очень немногие грехи, о которых сказано, что они вот прям выпьют к Богу. Это грех убийства. Помните, когда Каин убил Авеля, то земля выпияла к Богу. Так Господь сказал Каину. Потом Содомский грех, тоже в Писании сказано, он выпьет к Богу. То есть требует правосудности, наказания. И когда человек обижает вдов и сирот, в Библии сказано, что этот грех тоже выпьет к Богу. И вот удержанная плата работодателям – это тоже грех, который выпьет к Богу. И если кто-то будет удерживать плату своим наемникам, то он попадет в ад и окажется в компании садомитов, убийц и тех, которые жестоко обращались с сиротами и вдовами. Потому что для такой группы грехов как бы одно будет место наказания. Поэтому очень важно вовремя расплачиваться с людьми за выполнение той работы, которую они для нас выполняют. Далее сказано, «Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся, Бога твоего, я Господь». Григорий Великий, двоислов, Папа Римский пишет, «Злословить глухого значит оскорблять отсутствующего и неслышащего, а класть перед слепым приткновения значит делать нечто явное, но тому, кто не имеет светоча рассуждения, давать повод к соблазну». Таким образом, мы видим, что тот, кто кладет приткновение, например, на пути, на самом деле речь идет о тех, которые сбивают людей с истинного пути веры. Так понимали это древние иудеи, так это понимают христиане, как мы видим у Григория Великого. Злословить глухого имеется в виду нельзя злословить человека, что называется, за глаза. Глухой не слышит, но и тот, которого злословит, а он отсутствует, он тоже не слышит. И очень печально, когда христиане позволяют себе злословить других христиан, распространять самые какие-то нелепые, гнусные слухи о братьях по вере. С такими людьми нельзя даже сообщаться, которые позволяют себе что-то подобное. К христианству они никакого отношения не имеют. С другой стороны, эти слухи, они оскверняют уши тех, которые слышат клевету, ложь, оскорбления. И тот человек, который слышит что-то подобное, он должен решительно дистанцироваться от этих людей. И в Писании сказано, что переносчик слухов в народе Божьем это пустой человек. С таковыми не надо сообщаться. Когда мы учились в семинарии, я помню, это было в советское еще время, мы таких называли науходоносоры, потому что они науходоначальство, науходоначальство, в священном начале докладывали на других собратьев по семинарии, и, конечно, заслуживали неодобрения, даже презрения. Далее говорится «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого по правде суди ближнего твоего». Вот здесь говорится о том, что на суде мы не должны давать спуск нищему, если он нищий, но при этом он виновен. Но мы не должны также поддаваться власти богатого, великого, если он виновен. Мы должны его судить так же, как мы будем судить и нищего. То есть нищета – это не повод для совершения преступлений, и богатство – это не оправдание для совершения преступлений. Хотя многие богатые именно так и понимают, они считают, что они обеспечивают своими богатствами доход для очень многих людей, иногда идут на какие-то нравственные компромиссы. Как бы это оправдано тем, что вокруг них много людей кормится. Что пишет блаженный ироним? Он пишет, «Не будь лицеприятен к нищему на суде, чтобы под предлогом милосердия не приняли мы несправедливого решения. Каждого из нас нужно судить, принимая во внимание значение не людей, что значит значение не людей, то есть не смотри богатые или бедные, но дел, надо смотреть на их дела, если они преступные, и нищего надо наказать и с богатого спросить. Ни богатому не препятствует богатство, если он распоряжается им как следует, ни бедного бедность не делает более достойным похвалы, если среди нечистоты нужды он не остерегается греха». То есть человек не может объяснить как бы свой греховный поступок, вот некими обстоятельствами, что вот он бедный, ему это очень нужно было, и вот он так поступил. Слово Божие как бы уравнивает всех людей друг перед другом и в глазах Божьего закона. И далее говорится о том, о чем мы сегодня уже вспоминали, «Не ходи переносчиком в народе в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Казалось бы, переносчик сплетен, разве он восстает на жизнь ближнего? На самом деле он восстает на жизнь ближнего. Переносчик сплетен – это как киллер, который убивает репутацию другого человека и рикошетом все те, которые начинают верить в его клеветы, они тоже становятся соучастниками этого его преступления. Поэтому переносчик слухов в народе прямо восстает на жизнь другого человека. Он поливает грязью другого человека. Он даже не задумывается, что этот человек – это чей-то муж, чей-то отец, он прихожанин, у него есть духовник и так далее. Поэтому надо воспринимать таких людей, которые ходят переносчиками среди народа Божия и разносят нелепые слухи о других верующих, да даже и о неверующих, как зловредных, посягающих на жизнь других людей. Что это за жизнь у человека, когда все будут только клеветы какие-то о нем распространять, и его репутация будет совершенно разрушена. Это недопустимо. А у нас есть некоторые группы, которые просто можно заказать, платят деньги, и они любого человека очень организованно сливают. И это недопустимо для христиан ни в каком виде. Поэтому далее сказано «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем», то есть нельзя быть переносчиком, но и мысль держать дурную на брата в сердце – это плохо. «Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха». То есть если ты реально считаешь, что у этого человека есть какие-то проблемы, ты не должен быть переносчиком сплетен, слухов, даже если это правда, то, что ты говоришь. Нельзя позорить другого человека и нельзя в сердце своем держать неприязнь к другому человеку. А вот обличить человека надо, но это опять же делается так, как сказано в Евангелии. Один на один обличи, потом при двух-трех свидетелях, потом перед церковью. А некоторые сразу бегут к епископу и докладывают вот такой-то, такой-то, вот он себя не так ведет, вот он что-то не так сказал. Это совершенно недопустимо. И если люди высокостоящие прислушиваются к таким переносчикам, они сами становятся переносчиками всяких этих таких клевет, домыслов. Никто не имеет права оскорблять другого человека, позорить другого человека. Надо прийти к брату и один на один высказать ему, что мы имеем ему сказать. Но опять же здесь надо вспоминать совет Авадорофея, который говорил, даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления. Далее сказано «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь Бог ваш». То есть мы никогда не должны переживать разочарования в других верующих. тем более мы не должны мстить сынам народа нашего, то есть православного народа, но мы должны любить братьев и сестер по вере, поэтому так и сказано «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего», то есть таких же верующих в единого Бога, «Но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь Бог ваш». И Блаженный Августин писал, апостол говорит, что в этой заповеди исполняется весь закон, поскольку никто не любит самого себя, если не любит Бога, то Господь говорит, что на этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. О чем здесь пишет Августин? Он пишет здесь о том, что мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. И когда мы мстим другим людям, мы берем на себя функции судей. А кто нас поставил судьями? Сказано было Богом мне возмездие и аз воздам. То есть это категория Бога суд. Григорий Великий пишет, уличается как недостаточно любящий ближнего тот, кто в нужде его не делится с ним тем, что самому необходимо. Поэтому дается заповедь о том, чтобы делить с ближним две туники, так как об одной сказать этого нельзя, потому что если будет разделена одна, никто не будет одет, ибо с половины туники нагим останется и тот, кто получил и тот, кто дал. Почему такое объяснение? имеется в виду, что когда кто-то имеет злобу на другого, это, как правило, ревность. Это, как правило, ревность. Обратите внимание на то, что если вы знаете, что один православный христианин как неприязненно относится к другому, сто процентов, что они принадлежат к одному церковному цеху, или они, значит, имеют благотворительные какие-то программы, этот в одной участвует, этот в другой, или это разные православные телеканалы, этот на одном работает, этот на другом, или это два монаха, один живет в одном монастыре, другой живет в другом монастыре, или это два миссионера, которые имеют каждую свою программу. И если конфликт между людьми одного цеха, в кавычках, это всегда зависть. поэтому я часто говорю, не надо верить епископу, который ругает соседнего архиерея, не надо верить монаху, который поносит соседний монастырь, не надо верить миссионеру, который плохо отзывается о других миссионерах, не надо верить настоятелю, который ругает соседнего настоятеля, Потому что люди одного цеха, они пребывают в некой такой состязательности, но это не очень красиво. Там один сайт, там косо относятся к другому сайту, потому что тут больше популярности. И некоторые нападают на других людей именно из-за того, что к тем народ Божий относится с большим уважением, почитанием, чем к ним. Из-за лайков каких-нибудь могут устраивать какие-то интриги, доносы и так далее. Все это мерзость в глазах Бога, от всего этого надо, конечно же, удаляться. И мы читаем далее. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иной породой, поле твоего не засевай двумя родами семян, и одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся в нее». О чем это? Всякое скрещивание, всякая смесь считается искажением природы, порчи или заражения. Этот запрет главным образом был направлен против тех, которые занимались колдовством. То есть они смешивали разные виды веществ, они пытались скрестить одно с другим. Какие-то противоестественные эксперименты. Вот известный, например, был Мичурин, он погубил прекрасные сорты имперских яблоков и груш, когда там под большевистские праздники скрещивал, переделывал. И вот эти противоестественные такие деяния, они осуждаются как раз этими словами, потому что разнородность, когда мы все это перемешиваем, это очень такое опасное явление. Конечно, прежде всего речь идет о том, когда это делается с какой-то такой дурной целью, именно когда естественное заменяется каким-то противоестественным или смешением недопустимых вещей. И далее мы читаем, если кто переспит с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должна наказать их, но не смерти, потому что она несвободная. Здесь речь идет о том, что подневольная женщина, она не может так активно противостоять нападению на нее, поэтому вот ее такое скованное в нравственном смысле положение является для нее оправданием. Но если свободная женщина вступает в блуд со свободным мужчиной, и никто из них не противится этим отношениям, это как бы взаимный грех. Пусть приведет он... Читаем далее. Пусть приведет он Господу ко входу с киньей собрания жертву повинности, то есть мужчина, который переспал с рабыней, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. То есть здесь речь идет о том, что, возможно, хозяин имел вот девушку в своей собственности, и вот он как-то не удержался, и он с ней вступил в интимные отношения, и она как бы не отказала ему, потому что раба, она привыкла подчиняться своему господину, и она не вступила в конфликт с ним, поэтому есть оправдание для нее, а его не побивают камнями, потому что он живет с ней в одном доме, она все время у нее перед глазами, и если такое происходит, может быть, она тоже как-то себя вела не очень скромно. И далее мы читаем. «Когда придете в землю, которую Господь, Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. Три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их». О чем это? Имеется в виду, что, например, если рождается младенец, но он не обрезан, он считается в нечистоте своей матери. Но если он обрезан, то есть посвящен Богу, то он считается уже чистым. И вот этот закон, он распространялся и на плодовые деревья. Пока они не подрезаны, когда они просто растут, такое дикое цветение, то есть они как бы не посвящены Богу. Оказывается, Богу надо посвящать все. И свое жилище. Наши предки очень серьезно относились к своему жилищу, дом. Каждый имел красный угол, где были иконы, находилась святая вода, ладан, свечки, лопатка всегда горела. И мы должны все посвящать Богу. Урожай, который мы собираем, мы должны что-то отделять и на Божьи дела. И когда мы действительно все посвящаем Богу, это помогает нам более эффективно посвятить и самих себя Богу. И об этом, конечно же, нельзя забывать. И далее мы читаем это 24 по 26 стих. «А в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не выражите и не гадайте». Казалось бы, такой вопрос, связанный с некой диетой, не вкушать кровь. И сразу из него вытекает то, что не надо выражить и не надо гадать, как это может быть взаимосвязано. Взаимосвязано. Имеется в виду, что кровь приносилась в жертву Богу. В Писании сказано, что кровь принадлежит Господу. Но язычники использовали жертвенную кровь для своих каких-то целей. Они приносили жертву своим идолам, и они использовали вот эту жертвенную кровь для каких-то магических манипуляций. Поэтому это было какое-то действие, когда они могли даже гадать на крови, как она там свернулась, эта кровь. Вот такие манипуляции, связанные с предсказаниями на крови даже жертвенных животных, которые были принесены истинному Богу, но некоторые проявляли такое суеверие. Святитель Василий Великий писал, «Видишь, какое зло волховать! Вне попечения Божия поставляет оно предающегося ему». То есть тот, кто занимается волхованием, он как бы отказывается от Божьей помощи. А многим из христиан, то есть волхование, кажется делом безвредным. склонять к нему слух, собирать приметы, слушать истолкование примет, чихнул кто на слове, говорят, и это имеет значение. Кто-нибудь сзади назвал меня по имени, нога подскользнулась при выходе, зацепилась одежда. Все это помеха, приметы. И люди весьма знаменитые, ожидающие судью с небес, хладнокровно впадают в сей вредный порог. Но слушай, отвержен народ, предавшийся сему. То есть вера, приметы, волхование. Еще древле, по закону Моисееву, чарабания, волхования, ворожба, птицегадания, отринуты, как изобретение демонов. Действительно, дьявол хочет, чтобы мы впадали во всякие суеверия, придерживались бы их, уклоняясь от исполнения Божьего закона. Далее говорится, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Далее объясняется, о чем идет речь. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себя письмен. Я, Господь, Бог ваш. Имеется в виду, что некоторые люди, когда соблюдали траур, ради умерших они вот остригали свои волосы, бороду могли как-то укоротить, делали нарезы на теле своем, какие-то накалывали письмена, а все это не угодно Богу. Потому что, действительно, человеческое тело — это храм, и мы соответствующим образом должны к нему относиться. И когда это делается из каких-то суеверий, это, конечно, все совершенно недопустимо. Кстати, это текст, где запрещается делать наколки и не накалывайте на себя письмен. Человек же может храм изобразить на груди, как правило, делают воры в законе или еще чего-нибудь. Все это осуждается Священным Писанием и подтверждается опять вот этими словами «Я Господь Бог ваш». Они Ашем, то есть «Я Господь». «Не оскверняй дочерей твоих, допуская их до блуда, чтобы не блуда действовала земля и не наполнилась земля развратом». То есть мы должны оберегать целомудрию наших дочерей, потому что если до вступления в брак они будут подвержены растлению, то через падение женщины действительно мир приходит в состояние нравственного морального хаоса. Падение мужчины это проблема, но падение женщины это и падение будущей матери и так далее, это более серьезное преступление. «Субботы мои храните и святилище мое чтите, я Господь». А как это связано? То есть нету подлинного покоя, нельзя нормально посетить храм Божий, святилище Божие, если дочери твои там предаются, распутствуют, и ты их никак не научил целомудрию. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите и не доводите себя до сквернения от них, я Господь Бог ваш». Запрет вызывать мертвых это запрет любых видов спиритизма, не ходить ко всяким этим волшебникам, то есть к тем, которые там занимаются гаданием, чародейством и так далее, потому что это оскверняет нас. «Пред лицом седого вставай и почти лицо старца и бойся Господа Бога твоего, я Господь Бог ваш». То есть мы должны почитать каждого пожилого человека. Как минимум мы должны вставать перед лицом седого человека, например, в транспорте надо встать и уступить ему место. Это будет прямое исполнение вот этих слов. «Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его, пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской, я Господь Бог ваш». Имеется в виду пришельцы, то есть, прежде всего, геры, которые принимали законы Израиля, жили по этим законам, а не в том смысле, что эти люди там поселились и создают какие-то свои там культурные анклавы, свои там религиозные анклавы, то есть живут среди нас, но не наши. Это не очень правильно. «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, эфа верные и гин верный. Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской». То есть, человек не должен обсчитывать, обманывать других людей, обвешивать их, например, торгуют чем-то, какие-то гирьки дополнительные. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь Бог ваш». Итак, сегодня мы рассмотрели 19 главу книги «Левит», очень интересный текст, и здесь часто повторяются два имени Бога, которые подтверждают значимость каждой из этих заповедей, которые имеют применение отношений к нашей христианской реальности, и об этом мы сегодня с вами рассуждали. «Левит» 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 Продолжение следует...